Лекарственные препараты для льготной категории граждан будут поставлены в Республику Крым. То есть в данном случае массовое количество обращений, в том числе на горячую линию Совета Министров, в части отсутствия льготных категорий лекарств в аптеках. Что вы выявили вчера в результате мероприятий вами проведенных? У нас открыто и функционирует 29 аптек Крым информации, где находятся лекарственные препараты для льготной категории граждан. Лекарственные препараты выписывают в лечебных учреждениях первичного звена и отоваривают в этих аптеках. По ассортименту должно быть 555. В наличии на сегодняшний день в среднем 350. В некоторых аптеках есть 420-430. В некоторых аптеках есть меньшее количество 120-130. Беда в том, что не весь ассортимент есть, и поэтому выписанные рецепты не везде отоваривают. Поэтому есть претензии наших граждан в этой категории. Вот у меня есть мониторинг всех лечебных учреждений. Назовите, пожалуйста, где в каких аптеках у нас, какое количество для льготной категории граждан лекарственных препаратов. Нам ближе город Симферополь. В этом Симферопольская поликлиника. Количество препаратов 128. Из 550? Из 550, да. Поликлиника, Симферопольская поликлиника номер 1, 230. Поликлиника номер 4, 225. Что составляет, естественно, 41-42. Но есть аптечный киоск, аптечный путь номер 1 на улице Невского, 27. У них 340. Мичурина, 340. То есть, несмотря на то, что деньги были правительством в полном объеме, то есть выделены на закупку лекарств, мы сегодня имеем дефицит лекарственных препаратов. Мы имеем проблему с поставкой лекарственных... Нет, это мы имеем проблему с, так сказать, компетентностью руководства Крымформации. Значит, сегодня решение принять об отстранении руководства Крымформации, директора, заявление пусть пишет, значит, на сегодняшний день, служебное расследование в этой части, где находятся лекарства, как проплачены, кому проплачены, когда будут поставлены в аптеки, Алла Николаевна, значит, вам в срочном порядке сейчас временную администрацию новую назначить, руководителя отстраняйте, еще раз говорю, либо своим решением, если пишет заявление, значит, если совесть есть, то, значит, по заявлению, по собственному желанию. И немедленно решить вопрос о том, чтобы полный объем был в полном ассортименте во всех аптеках Крымформации. Александр Алексеевич, вечером, Алла Николаевна, зайдете и докладывайте предварительно по мерам, которые приняты. Руководство сменить там, если надо, то есть смените все руководство, плодозаместители, если есть необходимость, как не справишься, но со своими должностными обязанностями. Хорошо, Сергей Валерьевич, сегодня это будет сделано, и в течение недели мы наладим ситуацию с поставками недостающих препаратов. Коллеги, да, ну люди от нас ждут эффективной работы, вы понимаете, рассказывать кому-то сказки в 21 веке по поводу того, что кто-то не привез, искать массу причин, нам это вообще никого не интересует. Работать должны все в полном объеме, выполнять все свои должностные обязанности. Кто не способен, ну, коллеги, сегодня такое время, значит, надо искать себе другое место работы. Александр Алексеевич, наличный контроль, решайте этот вопрос. Продолжение следует...